итак привет друзья сегодня у нас первый так сказать урок даже не урок а я сам обучаюсь буду обучаться вместе с вами чпу сегодня у нас станок представлен cnt 777.1 маленький компактный сегодня мы будем на нем вырезать часть домашнего интерьера также для соу бизнеса из мдф а сейчас мы будем настраивать с вами станок отводим сам шпиндель на нулевые координаты для того чтобы определить глубину z опускаем шпиндель строго меня не судите я сам человек неопытный но черпаю информации буду с вами делиться сейчас мы определяем опущение нашего шпинделя надо так чтобы фреза наша от заготовки была зазором в ноль пол миллиметра где-то так так чтобы у нас проходил лист бумаги сейчас мы пробуем опускаем проверяем так мы видим наша фреза немножко цепляет нам надо приподнять это как бумаги у меня рядом увы под рукой не появилось делаем на глаз все вроде у нас все нормально смотрим обнуляем координату z то есть это у нас программа запоминает ее отчет то есть высота откуда будет идти так мы обновляем координату z теперь мы открываем нажимаем кнопку файл открываем g файл и выбираем наш черновой проход завитушки перед этим мы уже создали в артками файл g кода как создавать файл артками g кода вы можете посмотреть на нашем сайте на форуме а также в разделе статьи обнуляем координаты и в принципе наш станок уже готов отводим координату z немножко для того чтобы шпиндель мог разогнаться для начала также можно использовать сначала включить шпиндель чтобы шпиндель набрал обороты а после того как шпиндель набирает наши обороты мы уже можем запускать его у нас получается шпиндель высокочастотные жидкостным охлаждением ну давайте попробуем узнаем что получится не получится делай первый раз так что поехали смотрим и 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 Первый проход чернового у нас закончился. Приза вернулась в исходное положение и остановилась. Давайте посмотрим, что у нас первого чернового прохода получилось.